привет друзья привет подписчики я нахожусь на душной парковке торгового центра и сегодня мы прогуляемся по новому т.ц. на пукете это т.ц. робинзон вот их вывеска там написано и от shop play что переводится ешь покупай жри и называется т.ц. робинзон пукет всего четыре торгового центра это 2 т.ц. робинзон один находится около банктау один находится около кольца челон где сейчас нахожусь это новый т.ц. открыли в сентябре также фестиваля по букеттауна и джинс его на потонге ассортимент не примерно одинаковый у робинзонов абсолютно одинаковые у джинс илона и у т.ц. фестиваль чуть побогаче ассортиментом и более брендовые магазины есть вот у робинзонов попроще и у робинзонов модель самого магазина сделано по принципу магазина месяц кое есть сша включаем рассказывать этим все лучше покажу самое главное когда я приехал на запомните поставил байк байки ставят в робинзонах обычно за зданием то есть не спереди а сзади так что же представляет собой модель магазина месяц это вообще месяц это первый универ вак в мире открыт был еще в 19 веке его основатель погиб на небезызвестном корабле титаник вот огромнейший месяц по моему девятиэтажный находится в нью-йорке на манхэттене с очень интересным эскалатором но это вы можете посмотреть у меня на другом канале большом видео про америку а сейчас про саму модель месяца то есть магазины разных брендов собраны все под одной крышей и там они находятся как сейчас вам показывают то есть не в отдельных бутиках каких-то а а хоть все в одном большом торговом зале вот как сейчас мы допустим идем по центральной так скажем аллее магазина и пожалуйста вот справа у нас слева у нас башмаки справа у нас рубашки пиджаки ну и вот все что видите вот и одна касса допустим на 10 магазинов то есть ты покупаешь идешь куда-нибудь на кассу там оплачиваешь то есть не бутиковая система а вот такая так теперь из того что здесь можно купить еще разделяя всю одежду на три категории первое это бутиковый магазин и то есть это известные бренды которые вам знаком вот например пьер карден вот соответственно висит их рубашка второе это китайские бренды это бренды которые вам не знакомы очень легко ориентироваться вот и третий вид брендов это их называю бомж острова то есть этом магазины которых представлен весь тайский ширпотреб и в таиланде я не знаю откуда но просто громаднейшее количество ширпотреба его больше наверно чем в китае в китае как тоже был дофигища но здесь как будто еще больше и есть открыть бомж островах даже нормальные какие-то вещи но в основном там очень дешевые вещи очень быстро приходит в негодность так вот соответственно мы тут немножко буквально прошли и видели и левайс или купер и пьер кардена сейчас вот либо как silver магазины мы двигаемся еще здесь вот уже какой-то вот пошел тайский тайский нейминг тайский нейминг а с другой стороны гес гес со скидкой 50 процентов кстати давайте посмотрим сразу цены сколько что будет стоить 4 990 в батах соответственно делим на 2 с планеты щебот на около семья с половиной тысяч рублей будет стоить такой детский свитшот напишите в комментах дорого или недорого так и и и и вот еще такие есть отделы для девочек платья легкие на вечер можно выйти прогуляться по пляжу пофорсировать так что еще раз повторюсь если летите в таиланд мой совет летите с пустым чемоданом вот прям прилетайте в одних там джинсах в одних шортах все сразу забуривайтесь магазин все покупайте что вам надо здесь вы найдете все и все по хорошей цене если в вашей туристической бухте этого нет то есть спокойно в торговый центр там вы точно все найдете себе закупите эти на рынок какой-нибудь конце концов там подешевле и тоже все закупите но и это будет дешевле это раз во вторых это будет интересней что ли это два потому что много разных брендов представлено которых и нет сейчас уже в россии ну вот и соответственно сможете порадовать себя покупками ну и привести сувенирсы подарки просто выпендриваться что футболку вы купили в другой стране так как-то я быстро прошел вдоль косметики вот есть все по косметике пожалуйста косметики кстати здесь достаточно качественно есть и корейские бренды есть мировые бренды различные то есть косметику можно найти если забыли какой-то крем дома летя на отдых то здесь может все прикупить также есть ювелирка вот по ювелирке у меня вопросики ювелирка в таиланде как по мне делится на два лагеря первое это скажем так цыганская ювелирка вот это вот желтое золото оно качественно но высокой пробы но она желтая и она как-то мне вот непривычно и второе это белая ювелирка то есть это все из белого золота как правило белый ювелирка на очень дорогая в разы дороже чем желтая вот и как-то как-то хз явно и рот лично не стал покупать ювелирку в тае но не могу ничего советовать вам на свой страх и риска горится пожалуйста делать что угодно так вот одна из моих любимых фирм последнее время фирма rip carl специализируется на выпуске одежды для серферов аж с шестидесятых годов ну и естественно как и все фирмы пускающие одежду или что-то для серферов основана была в австралии там вот родина серферов так и вот есть у них кошельки и шляпы и рюкзаки и все что душе угодно все что надо для пляжа ценовой сегмент скажем так средний но вещи очень качественная есть футболка rip carl и в купался там отжал ее чуть ли не полы помыл она снова как новенькая и пошел то есть качество ткани достаточно-таки высокая так по поводу посуды по поводу всего тоже большом количестве есть в таиланде пускает огромное количество пластика и из-за этого соответственно вся все пластиковые изделия посуда и все прочее это представлено больших количествах то есть можно спокойно уехать отсюда со стаканчиком очень интересный бренд beverly hills пола club часто они продаются по скидкам приятные на вид и на ощупь изделия с различными рисунками стилизированы под лакосты я честно изучал что это за бренд но но мне нравится ну то есть соотношение цена-качество в принципе достаточно такие шикарные сочетания так теперь мои любимые бомж острова вот здесь вот прям заходишь начинает пахнуть синтетикой и и есть бомж острова в которых продают различные брендовые вещи а есть остров которых продают всякую фигню сейчас мы зашли по моему где продаются фигню потому что не рип карла потому что потому что ничего прилично здесь не вижу кроме скидки 90 процентов вот скидки прилично даже написано название фирмы лансдейл но по факту это нифига себе не лансдейл но есть вот такие же магазины в которых висят хорошие вещи даже тот же реп карл может допустим висеть или что там еще есть томих элфигер то есть классные вещи могут быть также продаваться тут то есть надо искать надо смотреть изучать знать места для того чтобы знать места надо смотреть мой канал так громко играет музыка рекламироваться они любят и умеют он даже есть adidas но по виду я уже вижу что это не одидаса какая-то фигня так еще один интересный магазин покажу вам это супер спорт он есть он есть и в любом робин зоне он есть и в фестивале фестивале гораздо больше и вот не помню есть он или нет в джинсилоне по-моему нет это аналог спорт мастера назовем это так пусть будет аналог спорт мастера не аналог декатлона потому что здесь другие бренды кстати по поводу декатлона декатлон есть и думаю на канале я выпущу видео с обзором декатлона отдельно так сказать помянем и сгрустнём отдельно хочется сказать о преимуществах торговых центров робин зон перед другими торговыми центрами они находятся вдали от туристических потоков и людей которые добираются до робин зона меньше чем тех кто добирается до фестиваля и тем более до джинсы лона потому что на целом все находится на потонге вот и здесь больше товаров по скидкам и больше вообще ассортимента тех товаров которые есть по скидке поэтому если будут силы будет время хотите что-то по скидосу то можно доехать до робин зона и тут купить так кстати почему-то в тая любит больную команду ливер пуль и много форм различные с с логотипом этой команды так все спортивный как спортивные по моему зашел я отсюда отсюда мы начали наш поход прошли уже по кругу сейчас придем на второй этаж там будет еще интересней пока иду можете поставить лайк можете подписаться на канал можете написать комментарии какие вещи вы покупали в таиланде если здесь были какие хотите купить себе вещи будучи в таиланде вот и возможно что-то привозили из таиланда мы помимо вонючих помимо зубной пасты может что-то у вас есть я был в тай в 2016 году и на рынке где-то в таком же бомжи островке купился шорт и они меня просуществовали наверно года 2020 и учитывая то что я жил на хайнане и купался там регулярный хотел шорт вообще регулярно по принципе достаточно таки добротная хорошая вещь который прослужил мне очень долго поэтому ничего плохого про больше страхи говорить не будут так развлечения офигеть просто бьет водой по экрану так отдельного внимания заслуживает магазин диайвай сюда мы заходить не будем он прям заслуживает отдельного обзора если наколотите лайков то приеду в диайвай и сниму для вас его отдельно давайте забегу быстро покажу здесь продаются различные товары для дома то есть все просто все что хотите купить для дома все здесь есть вот эти начинаются от наушников и и дальше мы не заходим дальше нас есть все и плоскогубцы и держалки для телефонов сумочки кошелечки подушки чайники заварочные и так далее батарейки все есть магазин диайвай но диайвай переводится с английского как сделай сам не помню расшифровку аббревиатуры аббревиатуры но есть все также естественно можно купить мотоциклы мопеда точнее шикарно закупиться так ведь сверху и здесь сейчас начинается так называемый электронный рай тут можно приобрести себе штатива можно приобрести светильники разные и по моим наблюдениям здесь работают самый приставучий продавцы то есть ты вот не успеешь на секундочку остановиться он же тебе подойдет уже 10 раз скажется водикап поэтому если не хотите чтобы остыковали эти места надо проходить быстро потому что на ваш телефон быстро оденут чехол и вам продадут я иду сейчас камеры поэтому меня чуть-чуть меньше обращать внимание так из известных брендов есть самсунг измене известных true mobile и да так труда так это сим-карты и магазин а из тут тоже продаются сим-карты и вот мой знакомый продавец у него часы как у меня я у него консультировался как-то так это я вообще не знаю что такое так сейчас вот видим везде предновогодние скидки уже начинает наряжать все перед новым годом елка мишура все дела красиво все нарядно все готово к встрече нового года так но здесь не так много челиков торгующих электроникой когда буду в бангкоке там покажу вам как выглядит настоящий рынке электроники я просто гулял на весь день только по одному магазину с электроникой и все что продается здесь это так фигня сравнению с этим голодным вас тоже тут никто не оставит есть фудкорты на территории где можно поесть разную еду есть тайская есть европейская а езда шаверма с фалафелем и вот еще интересный магазин магазин моши-моши тут тут всякая такая милота красивые это одна из японских магазинов есть подобный магазин минесо и вот подобный магазин моши-моши тут все это по моим наблюдениям в постельных постельных тонах то есть тоже можно прикупить все для дома для себя для сада по достаточно таки приятной цене вот пожалуйста 29 бат стоит бутылка наподобие бутылки належи контейнер 75 бат так и для примера показывают цены кружка 20 бат хорош такие с очень ценам и и здесь подойти пенала я думал один из таких прикупить для моей камеры от рамана идеально сюда поместится такой все выглядит очень круто надежно покупал поэтому мой вам рекомендацион вещи классные так 6 магазин канц товаров ну и и и и и наверно все мы весь тц с вами обошли по кругу буквально за несколько десятков минут не обделим вниманием также магазин ватсенс это магазин с косметикой с вовными пастами с кремами различными вот то есть такой ассортимент кстати если нужен крем от солнца то сюда так и последний отдел который мы с вами не обошли это товары для детей женское белье коляски то есть все что душе угодно все мы обошли с вами первый этаж и второй показал вам все отдела все быстро оставить много лайков под этим видео будут снимать магазины еще джайвай до котло как он обещал и магазин электроники на эту же когда поеду в банков с вами был миша пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал шопитесь и рассказывайте о том что вы купили таиланде или собирается купить пока